Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, а также Кустик, и сегодня мы снова играем на GTA 5 RP, это у нас Аризона. Хей, всем привет-привет. Ребята, сегодня у нас очень большой план, потому что сегодня я хочу купить себе новую тачку. Итак, у меня получается на руках есть 12,5 миллионов долларов, и сегодня на эти бабки я планирую купить себе тачку. Так, пока там Куст меняет себе... Ты чё, вырвал кожанку где-то? Руки сквозь куртку пролезают. Ребят, сегодня я хочу купить себе новую тачку, но прикол в том, что я имею дом, где всего одно гаражное место. И Порше продавать я пока не хочу, потому что я боюсь, что это реально очень крутая машина. Поэтому сегодня я планирую отдать Кусту на время мой Порше. Наконец-то. Но, слушай ты, ты давай без этого точно передумал. Я могу передумать. Короче, я пока Кусту отдам машину, и сегодня я хочу купить себе тачку из автосалона, какую-нибудь там прикольненькую, новенькую, короче, ну вы, в принципе, понимаете. Вот, поэтому, бро, прямо сейчас мы летим в сторону пляжа, и я очень надеюсь, что после продажи машины она как бы не появится дома. Кстати, на серваке X3 работает, это круто. А, да, X3 работает точно-точно, да, ребят. Поэтому мы, короче, летим в сторону БУ рынка, и там я продам Кусту этот Порше, и после этого Куст меня должен будет довести до автосалона, и там я посмотрю себе какую-нибудь прикольненькую, новенькую тачку. Подожди, а какая минималка продажи машины? Слушай, а там вроде как есть рекомендованная, типа, цена, либо госцена, ну что-то такое, я не помню. Так, у меня 50 тысяч в кармане. Ну подожди, да сейчас посмотрим, не в бои, сейчас что-нибудь порешаем, поэтому, так, заезжаем на пирс, а, нужно под пирс, поэтому, ну ладно. А там можно паркурить по ступенькам. Да, мы сейчас, мы сейчас по ступенькам так и спускаемся вниз, друзья. Короче, окей, то есть план таков, я продаю машину Кусту, и после этого я покупаю себе новую машину, все очень просто. Ты тоже не поцарапал, а не поцарапал. Так, все, а, слишком далеко, сейчас машину, пожалуйста. Он, фига себе, не шевеливает. Так, сейчас Кустает машину, все, Куст сел в тачку, теперь машину продать. Стоимость для продажи должна быть от четырех с половиной миллионов. Сколько? От четырех с половиной, да, я не могу тебе машину продать, получается, да, ну нафиг. Короче, я хочу купить себе новую тачку, но я просто не могу, поэтому, бро, садись ко мне в машину быстренько сейчас. И нам нужно поискать парковочные места. Либо купить себе дом двухместный, вообще было бы тоже неплохо, на самом деле. Но, короче, либо вообще Porsche в госсус. Потому что, ребят... Чувак, я машину за тебя продал. Ах, да, у Куста же был минивэн, да, который он тоже продал, чтобы купить у меня Porsche. Ну, короче, ладно, бро, не боюсь. Ты чё наделал? Чё ты наделал? Там номера, там реально были топовые, но, бро, что поделать, они уже ушли не в бытие. Короче, смотри, давайте мы доедем до автосталона, потому что нужно понять, что вообще сейчас есть в наличии. Потому что буквально вот минут 15 тому назад там было очень много людей. И я не уверен в том, что сейчас там будут как бы свободные машины для продажи. Короче, ребят, поехали посмотрим. Так, окей, почти подъехали мы к автосалону. А он вроде бы там слева, да, у нас был, да. Кожанки выбрасываю по дороге. Ножики выбрасываю? А чё здесь так пингует? Кожанки. Ё-моё, что это? Верталь... Чего? Чё происходит? Дави их. У меня текстуры здесь нету даже. Алё, что это? Тоже текстуры нету. Так, бро. А, слушай, ты же можешь пойти купить машину, да? А, но у тебя денег нету. Блин, ну конечно, я мог тебе деньги перевезти, но... Короче, фигай здесь народу. Алё. Реально, ты посмотри. Смотри, 10 секунд. 10 секунд. Пять дней! Чё происходит? Чё происходит? Три, два, один! Чё там, а чё там, брат? Пейдэй! Пейдэй? Пейдэй-то Пейдэй. Я нажал вот сюда. Машины, машины завозят, новое дело. Давай за мной, я их всех расставлю. О, нормально, нормально, брат, брат, хорошо идёшь, хорошо. О, всё, всё, всё. А, что? У меня всё пропало. Все зашли, потому что. А, да, 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 всё, зашли. И чё там у нас? А чё выходит всё? У меня... У меня всё завесло, брат! Я на маркере стою, и ничего не происходит. Ам... Типа, я вижу, что машины есть, но я ничего делать не могу. А они не обновились. Те самая машина, как бы, остались. А, да? Да. Машины не завезли, ребят, но... Понял. У меня вообще картинка, знаешь, где зависла? Короче, ребята, мы решили сделать по-другому. Да, во-первых, мы около больницы оказались, потому что всё прошло не так, как хотелось. И, в общем, там... Одного из нас там, короче, грохнули. Это был куст. Да, да. Поэтому, ребята, сейчас мы сделаем по-другому. Я продаю Порш и покупаю себе новую тачку. Там, вроде как, завезли... Там завезли новые машины, и, как я понимаю, их всех уже, как бы, расхватали. Вот. Но я надеюсь, что сегодня я смогу себе... А, нужно в утилизацию вообще ехать, чел! Ну, да. Ё-моё, точно. Ну, короче, ладно, ребята. Да, я знаю, что Порше можно, как бы, другому игроку, по идее, продать хорошо. Но я еду именно в утилизацию, потому что, ребята, так надо. Летим туда, и там уже мы продолжим. Так, короче, получается, что... Что у нас вышло? Я продал Порше. Да, это было очень дёшево. Там буквально три с чем-то мульта я получил обратно. Но сейчас я бегу до аренды, и после этого я хочу купить себе Феррари. Эту машину я себе очень хочу. Тем более, они вроде как были сейчас в продаже. Кус, ты где? Скажи мне вообще. Я бегу тоже. Где ты бежишь? Короче, я бегу сейчас, получается, в сторону автосалона. Там есть аренда недалеко, где мэрия. Вот, и там уже, надеюсь, мы с тобой состыкуемся. Ой, ты, стой, 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 Кус, стой. Это я, давай, остановись, Кус. Все, все, нормально, все, брат, я к тебе. Не сбивай меня, я сейчас умру, ты что? Так, все, поехали, брат, давай. Да, стой, смотри, что могу. С колпаком угарный вообще. Ну, давай, да, покажи мне. Да поехали ты, дрифтер, сейчас нас собьют, понимаешь? Здесь есть ремень безопасности? Здесь нет ремня безопасности. Да, да, ко мне штурочка привезет. Ой, да ты понял. Пожалуйста, довези меня. Дальше, не что, дальше, просто вези. Чел, довези, пожалуйста, и не убей нас. А тебя очень просто... А, чел! Я тебя просил довезти, не убей. Я умер, не! А ты умер тоже? Ну, как это везти? Ну, как это возможно? Глянь, как мы с тобой мешаем. Просто как на поле боя. А тебя еще под рукой пачка чипсов, а чипсов. А у тебя тоже. Я вообще лишу, как осьминожка. Помогите. Ну, помогите, реанимируйте кто-нибудь нас. Ну, алё, ну, чуваки. Никого мы не нуждали. Ну, блин, ну, ребят, ну, пожалуйста. Ну, вон там скутер. Пацаны, помогите! Помогите! О, боже мой. Я, конечно, все понимаю, но это, братан, был просто эпик, эпик фейл. Просто я тебя просил довезти меня. И все. Да, понимаю. Ладно, брат, мы с тобой просто ждем. Так, короче, спустя очень долгое время я, наконец-то, добрался до аренды скутеров. Теперь у меня есть скутеры. Я, наконец-то, доберусь до... Прикинь, я мог себе купить тачку еще полчаса тому назад. Но меня просто... А прикинь, ты приезжаешь, там нет машины. А вот сейчас это, прикинь, будет реально рофл. Поэтому, ребята, забегаем сейчас. И момент истины. Момент истины. Я захожу, и здесь, ну, хотя бы есть уже, хотя бы Бентли. Что есть? Бентли есть. Тоже радует. Слушай, ну, такая себе, такая себе. Но я хочу купить себе, ребята, Феррари. Феррари здесь вроде как должна быть. Феррари, Феррари. Где я не вижу ее? Одна осталась. Все, я ее беру, ребят, короче. Серьезно? Я ее беру, да, красная, красная, купить. Все, ребята. Сейчас вводим мы код. Так, 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 так. Потом так и 0,0. Все. Машина этой модели больше... А смысла нет? На складе есть. Одна в наличии пишется. В смысле нет на складе? А, прикинь, нету, походу, ты не успел. А как это? Не, 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 смысле? Перезайди, значит, кто-то купил уже. В смысле? Нету. Перезайди, перезайди в автосалон. Ну, давай, сейчас я захожу, давай. А что это за фигня? Ребят, я Porsche продал ради этой машины сейчас. Где она? Ну, ну, ну. Не, я охренею, реально? Где она? Нету реально ее 0 уже, ты прикинь. Я не успел чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Да вы прикалываетесь, Куст, если бы ты довез меня, ты понимаешь, что я бы купил. Да я в смысле, я, ты меня там избила тачка. Ё-моё, вы прикиньте, я не успел. Ладно, давай, что, Куст, автоподбор, тебе машину выберут. Куст, автоподбор, спасибо, брат. Короче... А как тебе вот это Bentley? Ребята, это просто... А Стан Марсин, вы рассматриваете? Знаете что? Я думаю, что... Блин, ну нет, это вообще жесть, ребят. Короче, сейчас надо просто выбрать себе машину. Короче, ребят, ладно, я решил, не Ferrari, так Lamba. Покупаем, все. Ну, блин, голова успеть ввести. Ты прикинь, я не успел забрать ее. Какую Lamba? Ты что, URUS? URUS покупаешь? Да, я беру URUS. Да ну... Все, купил. Номера ЕК. Если бы она была еще ВХ на конце, было бы вообще идеально. Сейчас дорисуем. Сейчас дорисуем. Ты прикинь, я... У тебя есть скутер, брат? А, ну поехали. Дома у меня, поехали до моего дома. Что, гоночку я устрою? Да какую гоночку, брат? Уже была гоночка за тебя. Я просто не поймал Ferrari из-за того, что нас с тобой сбили. Ты понимаешь? Сколько я едешь на скутере? Я в шоке. Да сколько я еду? 70. 80, брат. Ну, нифига себе. 90. Ты прикинь? Сотку топлю. Короче, ребят, сейчас заберу Lamba и там уже продолжим. Ребят, я не знаю. Ну, ладно, хотя бы URUS я взял. Конечно, Fera было бы вообще прям офигенно. Но я просто... Она была. И тупо я не успел ее забрать. Буквально вот секунду, наверное. Но, ребята, URUS все-таки я себе купил. Поэтому, брат, URUS есть. URUS на месте. Слушай, ну, Fera, Fera такой себе. Поэтому URUS покруче будет. Наверное, наверное. Там у четырехместа недорожник. Поэтому где ты есть? Здорово. Зачем ты врезаешься в меня? Брат, садись. Сейчас просто пойдем наваливать на этой тачке. Вези меня, вези. Вези меня, вези. Слушай, но в целом тачка, я думаю, скорее всего, она медленнее Porsche. Так, давай отсюда в салон. Слушай, сзади круто очень. Номера, EK и 453 номер. Ну, типа, такой плюс-минус обычненький номер. Ну, да. Но я хотел сейчас заехать в ЛСК, посмотреть на нее какой-то тюна интересный. А после этого, ребята, хочу заехать еще к Бене. Так, пацаны, нормально? Ты прям под фуру выпрыгиваешь, брат. Фуру не дави. Фуру не дави. Так, все, заезжаем в ЛСК. Давайте посмотрим, что в плане тюна есть у этой машины. Так, значит, тормоза. Так, нету сновленных деталей. Слушай, максимальные тормоза стоят 40 косарей. Покупаем. Так, двигатели максимальные полмульта стоят. Потому что покупаем, в принципе, еще нет. Клаксон, ладно. Меновая подсветка мы пока делаем. А давай сделаем желтую, реально. В принципе, недорогая, поэтому... Да, покупаем тоже идеально. Подвеску делаем самую... Нет, самую низкую не смысл. Ну, хотя бы чуть-чуть пониже, да. Трансмиссию делаем... Слушай, в принципе, тюн недорогой на нее. Поэтому это прикольно. Так, что в плане колеса? А есть какие-нибудь, типа, эксклюзивные колеса или нет? Ну-ка. Так, маслкар колеса, понятно. Лоурайдер тоже понятно. Сув колеса. Ну, в принципе, ребят, нет. Такие, как бы, я особо смысла ставить не вижу, да. Офроат, тюн колеса, байкерские колеса, чего. И самые дорогие, типа. Ну, ладно. Ну, в принципе, да, ребят, это делать я не буду. Потому что стоковые прикольники. Так, стекла. Мы делаем максимальную дарк тонировку. Прекрасно. Передний бампер есть. Емато, чего. Короче, брат, тут есть одна тема. Стоит очень дорого. Ставить, честно говоря, не знаю, ставить не ставить. Короче, потом, ребята, как вы думаете, ставить такие тюнинг или же нет? В комментариях пока ваше мнение пишите. Да, потому что реально просто не знают. Это очень дорого, но очень прикольно. Ну, в принципе, всё, брат. Максимальный тюн Аламбы готов. Ты где там есть? Я появился на БМВ, неплохо. А, во, брат, здорово. А ты был в мусорке? Короче, да, садись ко мне в машину. Садись ко мне, брат. Короче, поехали к Бене. Хочу прочекать, что есть у него в плане покраски там разной и так далее. Да, главное, ремень присоедини, потому что... А, что ты поставил себе? Я поставил полный тюн внутри, получается, и сделал занижение. Емой, 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 неплохо. Слушай, у нас героя тебя приколдывает. Сделал тонер, короче, на эту тачку. Ну да, первая прям вообще крутая машина. Вот, да и в принципе всё, короче, вот. Поэтому, ребята, сделаем в следующем ролике замер этой ламбы. Может быть даже сегодня посмотрим, но прямо она реально прикольная. А по тормозам чё? Чё-то прям слабовато как-то по тормозам. Тяжёлая? Да, тяжёленькая по тормозам, поэтому да. Слушайте, ну в целом ламба мне нравится. Она уже 200 выжимала, поэтому, возможно, она будет быстрее, чем Porsche. Хотя вряд ли, но в целом 200 уже, да, и прям разгоняется неплохо. Но по тормозам, да, чё с тормозами у неё? Ё-моё. С тормозами очень странно у неё как-то, ну ладно. Ну в целом мне нравится. 230, 240, 200 уже там шло в 50. То есть как бы тачка-то реально на самом деле очень быстренькая. Поэтому, ребята, лайк за ламбу. И что вам лично, ребята, нравится больше? Ламба или же Фера? В комментариях пока можете написать. Ну а я тем временем заезжаю на покраску. Сейчас сюда. Просто прикол в том, есть ли какие-то винилы на Урус или же их нет. В общем, ребята, большой вопрос, поэтому... Аккуратненько тормозни, я выйду. Ты выйдешь? Ну выходи. Дверь появилась, чего, хотя её не было, понимаю. Сдавил. Так, заезжаем сейчас в покраску. И ты на фоне, сзади, короче, сделал прыжок ещё раз у меня, понимаю. Так, есть ли винилы или же их нет? Винилы. Так, покупка винилов. Да, есть винилы, ё-моё. Ну давайте колхозь сейчас. А стоит почти лям. Ну, кстати, смотрится, честно говоря, так себе. Вот этот винил прям вообще какой-то странный. Очень. Наклейки из этого, я понимаю. Фары можно... А, цвет фар типа сделать? Я понял. Освещение, да, получается? И ещё можно колёса покрасить. Только нужно сначала было изменить. Ну, короче, в целом я скажу так, что... Так, а ещё можно, получается, отдельно сделать цвет кузова и цвет фендеров. Понимаю. Неплохо, на самом деле. Вот, но здесь надо прям, ребята, выбирать. Ну, в принципе, жёлтый мне как бы нравится. Поэтому менять всего я смысла пока не вижу. Так, всё, поехали. Сделаем замер. Но, опять-таки, на самом деле, я думаю, скорее всего, я замер сейчас максимально не замеряю. Ну, потому что чисто здесь такая дорога. А, потому что я сижу. Ну, и ты, да, ещё тяжёлый, поэтому да. Но в целом она 250 уже мало. Поэтому я думаю, что... Так, 220, 230, 240, 250, 260 уже было. Так, здесь небольшой штуки прыжок. Короче, нужно ехать, ребята, на шоссе по-любому. Поэтому сейчас мы туда заедем. И там уже реально замеряем максимальный разгон. Итак, в принципе, окей, ребята. Сейчас сделаем замер. Размер. Сделаем сейчас замер. А скорость на уровне сейчас, ребята. Тапку в пол выжимаем. И поехали. Давай, 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 давай. Закрой глаза. Закрой, да, глаза. Потому что страшно капец. Но в целом 280, 290. Ну, точнее, 190. Так, 200 уже идём. 220. 230. 240. Интересно, сколько на кубах. Чё говоришь? Интересно, сколько на кубах. А, ну, сейчас посмотрим. 200 уже 60. 270, 280 уже было. Ну, да, она далеко не самая быстрая. Но в целом... 290. 300 уже есть. 310. 310. 311. Было, ребята. Максимальную скорость, которую видите в комментариях, пишите. Потому что вроде бы 317. Да-да-да, ещё паркетник. 317. Неплохо. Ну и... Бам. Да, неплохо. Окей. Ребята, ставьте лайки. Есть только прикольненький ролик. Сегодня мы сделали замер ламбы. Но в целом неплохо получилось. Поэтому надеюсь, вам ролик понравился. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok